носить или еще что-то, да, внимание какое-то оказывать, потому что меняется, потому что женская энергия просыпается, не только вот это неможденное такое состояние, я отдам все, последнюю рубашку сниму, да, про себя забуду, и состояние истощенности происходит. А когда девушка, женщина наполнена, она наполняется, может, через любые разные там практики, методы и так далее, может быть, это просто прогулка на природе, да, может быть, просто полежать в ванной там при свечах, там с аромомаслом, да, любой момент, который вас наполняет, вы замечаете это и просто позволяете себе это, ну, больше включать в свою жизнь, не обязательно, что целый день уделить полностью себе, для этого не нужно много времени, это пускай будет 5, 10, 15, 30 минут в день, но вы так напитаетесь, и от этого получат плюс и вы в первую очередь, и остальные люди, вот, поэтому важно не забывать про себя. Не зря же говорят, счастливая мать, счастливая семья, на самом деле первый шаг, первый шаг к счастью вот ежедневному, это уделять себе время, это находить на себя время, девочки, потому что действительно кто-то в карьеру вдарился, выбежал, проснулся, побежал, уже звонки, переговоры, кто-то с детьми, кто-то с мужем, а где вы, вы должны обязательно, вот просто пообещайте мне, что хотя бы там 20-30 минут в день, в день или вечером, кому как удобно, вы будете уделять время себе, не нанесли масочку, легли в ванну, наушнички поставили, сделали какую-то медитацию приятную, их полно в интернете, на самом деле, денег на это правильно сказал Женя, вообще не надо, просто для того, чтобы быть счастливым, нужно начать действовать, действовать, не только думать там, а, да, а еще что-то делать, первое, это научиться говорить нет и своему мужу, и, наверное, своим детям, ведь, дорогой, сейчас вот там, иди займись детьми, у меня полчаса моего времени, я уже попал, но закрылась там, занимайся собой, в спальню или куда-то, где вы находитесь в пространстве, сами с тобой, и просто посидите, закройте вот так глаза и подумайте, чего хочу я, может быть, я хочу верхом покататься, может быть, я хочу пойти с подружкой выпить вина, может быть, я хочу, не знаю, пойти погулять, собрать грибов или ягоды, или приготовить варенье, закатать, у каждого свое, но вы обязательно находите вот это и делайте эти маленькие удовольствия своим кайфом, оттуда будет браться и ресурс, вот у меня тоже был, Жень, вопрос, откуда брать ресурс, вот оттуда и брать ресурс, не от сплетен, по телефону сливает всю свою энергию в эти сплетни, а вот Маринка видала, поправилась, а вот Глашка туфли какие ужасные купила, а вот, знаешь, Петька изменила Машке и т.д. и т.п. Вот это вообще надо заканчивать, это самое отвратительное, что только может быть. И минимально смотреться лучше телевидение. Вечером на телефоне приходишь со школы, с тренировки, вот этот шнур и мама стоит на телефоне, да ты что, а он что, а ты что, и вот это было просто какое-то суперразвлечение у них вечерами, и мы на это засмотрелись, и мы тоже стали жить по этому шаблону, а это неправильно, это самый огромный слив энергии вот в никуда, сплетни, они просто вас убивают. Вместо этих сплетен лучше реально заняться собой и наполниться этим ресурсом. Все возможно в этой жизни. Найдите опору на свою внутри себя и встаньте на нее четко двумя ногами, и вам тогда ничего не страшно, потому что вы сама есть у себя, это самое главное. Сама с собой быть в кайфе, находиться самой с собой, чтобы было интересно. Тогда вы будете излучать вот эту крутую энергию, а мир, он уже как зеркало, он зеркалит. Когда вы излучаете вот эту энергию манку, когда вы излучаете вот эту вот женственность, мягкость, то и мужчины появляются качественные вокруг, они хотят о тебе заботиться, они хотят тебе помогать, может быть, тебе не нужна их помощь, ты самой все есть. Но они хотят, они вот прям тебе липнут, они мут, а ты такая манкая, такая классная, но это надо внутри прорабатывать. Просто так это с неба не свалится. Я вот, кстати, хотела бы такую прям вот, ну, про то, что ты сейчас говорила. Практику, знаешь, мне вот сейчас прям пришла, вот про те слова, которые ты сейчас говорила, даже чтобы люди просто представили здесь и сейчас на себе, ну, допустим, вот можно на энергии денег, да, потому что деньги – это энергия, да, ну, просто комфортнее будет, понятнее, скажем так, на деньгах. Вот просто закройте на секундочку глаза и представьте, что вы деньги. И вот перед вами стоят два человека разных, вот один такой приятный, позитивный, какой-то прям от него энергия такая радостная, счастливая, а другой человек рядом стоит, весь такой бу-бу-бу-бу-бу-бу, негативный, все ему не так и не так, прям такой какой-то скукоженный. Вот вы как деньги, допустим, да, как любая энергия, это может быть абсолютно любая, это может быть человек-мужчина, допустим, да, может быть. Мы не будут деньги, мы деньги. Да, деньги, да. И вот вы деньги, вы представили, что вы деньги дали себе вот это понимание, вот какому человеку вас подтянет? Вот если бы у нас были комментарии, было бы интересно, да, тоже посмотреть. Ну вот, Аня, ты наверняка можешь сказать, да? Она сейчас меня потянула однозначно к человеку позитивному, потому что я представила себя миллионом долларов, я вот такой миллион долларов, и вот тут стоит такое унылое грео, а здесь такой классный, который сейчас пойдет тратить меня, широким, щедрым, я сразу прилипла к нему. Так и деньги, когда вы пессимисты, уныние, когда вы все время жалуетесь, когда вы в позиции жертвы, никакие деньги к вам не придут, только деньги идут, когда вы вихрь, когда у вас глаз горит, когда вы азартны, когда у вас в жизни получаете удовольствие, вот тогда приходят и деньги, и мужики нормальные, и все случается в этой жизни. И еще важный момент тоже еще окружение, да, потому что, ну, считается, что мы как бы среднеарифметическое нашего окружения, поэтому как раз окружая себя не вот этими буками, да, и вы, соответственно, тоже скатываетесь в это, а окружая себя. Когда вы начинаете практиковать, то, ну, люди вот такие не на вашей волне, они, в принципе, сами по себе отваливаются, ну, даже вообще незаметно, и как-то все происходит, да, само собой. Но в целом старайтесь окружать себя вот как раз позитивными людьми, потому что это будет усиливать и вас, и поднимать вашу энергетику. И плюс еще классная тоже практика, я сейчас вот покажу еще из кундалини-йоги, да, я буквально несколько практик, но еще важное тоже хотела отметить, что больше внимания обращать на благодарность, да, можно вести себе прям дневник благодарности, можно утром встав только там еще, вернее, даже не встав там, а просыпаясь, уже заранее, хотя этого, может быть, даже еще не произошло, но поблагодарить. Я благодарю за мой прекрасный день, да, я благодарю, что у меня там вот эта вот ситуация вот так классно прошла, да, там, то есть вы уже послали туда такую позитивную энергию, и, а куда у нас направлено внимание, туда течет энергия. Соответственно, если ваше внимание направилось, ну, на позитивный ключ, то энергия туда пошла, и, скорее всего, ну, на 99% ситуация будет именно классной. А если вы такие, ой, там, я проснулся, небо серое, там, унылое все, и вообще мне сегодня на работу опять на нелюбимое, и вот в этом состоянии вы встали, пошли, день весь, увы, сложится именно таким образом. Поэтому благодарите, обращайте внимание на хорошее, а еще классно, когда вечером, перед тем, как лечь спать, поблагодарить уходящий день за все то, что произошло, и даже, может быть, негативно, но это был как некий урок. На самом деле, ты вообще очень права, практика благодарности – это одна из самых крутых практик, когда вы благодарите за то, что еще не произошло. Я вот недавно делала пост, вот прям предыдущий у меня в ленте, кто хочет, может почитать, и там просто потрясающая и практика, и, господи, в молчании ягнят, он играл главную роль, как его взрослый артист. Не, не, молчание ягнят, сейчас, подожди, как же его, ну, легенда вообще. Сейчас, 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 заклинило, молчание ягнят актеров. Вот, ладно, сейчас я посмотрю. Энтони Хопкинс, сори. Да, Хопкинс, точно, да. Энтони Хопкинс, он просто там уже 80 с лишним лет, и он реально, я прочитала его статью, у меня родился пост, он пишет, молодежи вы, ребята, я вас прошу, даже если у вас еще ничего не случилось, вы уже за это благодарите, живите, как будто с вами это произошло. Он даже, у него в этой статье, он даже пример привел, как была засуха в древности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приближается... Прибежали, скажем, у вас все, она вот-вот уже, вот прям, достать ее. Это все реально работает, ребята. Я даже до банального, знаешь, серии, там, за рулем еду, ну и понимаю, что там, не знаю, поздний вечер уже, все приехали, там, встали, я еду и там... Обеспечено, вот сто процентов, поэтому пробуйте, пробуйте. Да, практика благодарность, это самое важное вообще, что может быть, просто поблагодарить вселенную, от души, вот прям делать эту практику, сесть на кровать перед сном, я благодарю за этот день, я благодарю за то, что там, я не знаю, заработал денег, благодарна за возможности, благодарна за уроки, даже что-то не так было. Я благодарна, и уже за то, как будто это сбылось, вы говорите, за вот это или за то, и просто главное это не бросать, знаете, это как диета, когда ты пять дней худеешь, а потом пять дней жрешь, и у тебя, кстати, так бывает, я пять дней худею, а потом пять дней... Вот так не надо делать, это плохо, а вот главное, вот просто это постоянство, и это будет правильно работать, вот. Женечка, может, еще какую-то практику ты хочешь дать? Да, я бы хотела дать практику именно уже такую, немножечко с движением, ну, можно прям сидя, сидеть на стуле, смотрите, если, например, опять же, на вас кто-то там что-то говорил, да, там, типа, тебе надо вот так, вот так, вот так, а почему ты это не делаешь, да, у вас возникает и недовольство и этим человеком, но и в первую очередь такой гнев, раздражение, да, какое-то вот прям такое, и, может быть, эмоция страха там подниматься, да, разные какие-то эмоциональные формы, ну, быть нестабильным, и очень есть такая классная практика, мне чем нравится еще кундалини-йога, что можно вообще под любую задачу, под любой там орган и систему подобрать практику, и эта практика буквально занимает, ну, одну-три минуты, и вы почувствуете, как выплеснется энергия, да, потому что любая эмоция — это энергия, и если мы ее блокируем, то она просто в психосоматику переходит, если мы ей даем выход, она выходит, как бы мы ее видим, она трансформируется, и, например, энергия гнева, раздражения, она может трансформироваться в огромную жизненную энергию созидания, действия, да, и реализации себя, вот, и такая практика, то есть нам нужно большие пальцы положить на бугорки мизинцев и закрыть руки в кулаки, и это называется кулаки гнева, прям, мы будем сейчас представлять, как весь гнев, все напряжение, вот прям мы на кого-то разозлись, кто-то нам что-то такое сказал опять, да, там, тебе надо вот так, а ты не вот так вот, и прям, прям бесит, не могу, и мы берем вот эти свои кулаки, вы можете его прям представить в этот момент, да, и смотрите, делаем руками вот такие махи вокруг головы, и дышим мощным дыханием через скругленный рот, активный выдох. Напоминает гориллу немножко, горилла так делает, обезьяна так делает. Но горилла, да, вот здесь он пробуждает еще тимус, а вот здесь... А они, знаете, это все на инстинктах. Да, да, и прям вот попробуйте это сделать минимум минутку, лучше прям три минуты, ну, либо до состояния, когда вы поняли, ну, все, с меня там вообще семь потов слилось, и, соответственно, вместе с этим ушло напряжение из тела, и тело, оно как бы немножко так даже обмякнет, да, и одновременно вы почувствуете энергию на решение какой-то, например, насущной задачи, которую вы не могли прийти и сделать, да, и плюс этому человеку вы не, как сказать, не сделаете деструктивное какие-то, да, например, не набьете ему лицо, да, там, или не выплесните и испортите... Жень, важно, энергетически мы этому человеку не вредим? Нет, 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 вообще ничем, не вредим абсолютно точно, да, это... Подытожу, размыто немножко, мы просто сливаем вот таким способом свой гнев, который может идти в психосоматику, в болезни, еще во что-то, например, вот был неудачный день, вот бывает, да, вот там спахнулся, сломала нога, я не знаю, там, начальник накричал, артист не тот попался, кого-то плохо пахло, вы пришли домой, мне кажется, вечером перед сном делать эту практику очень круто, и сделали вот эту... Выкинуть прям... Выкинули, фу, эту энергию ополоснулись в души, поблагодарили вселенную, поблагодарили себя, не забыли поблагодарить себя, и ложитесь спать. В общем, мне кажется, очень у нас получается такой классный эфир, я сейчас просто хотела бы сделать итог эфира. Значит, мы говорим о счастье. Счастье – это действие. Первое, что мы делаем, мои любимые, мы начинаем говорить «нет» на то, что мы не хотим делать. Мы имеем право говорить, мы никому ничего не должны. И вот эти вот устои с детства, которые нам навешали с ума... Счастье – это действие. Продолжение следует... 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 А мы пытаемся исправить кого-то другого, но только не себя. А вы просто каждый немножечко в себя погрузитесь. Поверьте мне, я тоже раньше так делала. Я тоже говорила, что все остальные плохие. Я хорошая. Все не то, а я вот классная. Потом я поняла, что я вообще сломанная. Надо себя собирать. Я начала себя собирать, с собой заниматься. Ребята, это такой кайф. Я такое получаю удовольствие. Вы не принимаете. Это очень удивительный мир на самом деле. Это целый путь, и он классный. Это целый путь. Это такой кайф. Вот вы говорите, почему у тебя все глаза блестят, ты позитивная. Да потому что я занимаюсь собой. У меня есть время на себя, я собой занимаюсь. А если бы даже не было, я бы его находила. Я бы разгребала все дела, но занималась этим. Потому что это состояние кайфа, счастья и любви. Я вам его всем сейчас беру. Ну что, мои любимые... Пошли. Я пошла ужинать, я голодная. Я уже здесь все подхватываю. Надо поесть на... Давай, у меня занятия и массажи поющими чашами. Так что я тоже побежала. Смотрите, какие цветы красивые. Красота, красота. Тонечки. Тонечка, я тебя целую. Да, тебя тоже. До встречи. Мы кое-что готовим для вас. Все расскажем чуть позже. Пока. Выключайся. Давай. Пока-пока. Пытаться. Хорошо. Так. Ну что, любимые мои, вам понравился эфир? Я очень надеюсь на это. Приятного аппетита. Спасибо. Да, голодная. У меня сегодня диетические котлетки из индейки. Если хотите, покажу в сторис. А зефир, на самом деле, Леночка Перминова делает. Я сегодня попробовала. Они из смородины, вообще такие диетические. Тут нет сахара, нет ничего. Прям очень вкусные. Честно, не ожидала. Вот. Дорогие мои, значит, сохраняю прямой эфир. Как это сделать? Наверное, на крестик нажать. Сохраняю вам. Пишите комменты под эфиром. Как вам? Зашло? Не зашло? Все. Целую, люблю. Пошла ужинать. Завершили.